Я нахожусь на станции метро Октябрьское поле. В создании интерьера этой станции принимала участие легенда советской и российской архитектуры Нина Алешина. Нина Александровна лично ездила на месторождение, отбирала куски мрамора с металлургами, изучала свойства новых для того времени сплавов, была своего рода революционеркой. Благодаря ей в метро в качестве отделочного материала был впервые применен алюминий. В 1972 году при строительстве станции метро Октябрьское поле именно Нина Алешина впервые в истории метростроя предложила использовать в качестве отделочного материала для колонн анодированный алюминий. Через три года после удачной премьеры на станции метро Октябрьское поле здесь, на станции метро Щукинское, анодированным под бронзу алюминием, отделали уже две путевые стены. В 1978 году советским пассажирам презентовали станцию метро Медведково. Ее путевые стены украшают металлические пирамиды, каждая из которых символизирует глыбу льда. И это тоже анодированный алюминий. Десятилетиями доказывая свою надежность и практичность, алюминиевые решения стали основой развития технологий в мировом и российском метрострое. Он легкий, он пластичный, почти все делается в метро именно из алюминия. Стены, пожалуйста, потолки, пожалуйста, какие-то мелкие элементы, без которых не может существовать станция, тоже, пожалуйста, из алюминия. В этой программе мы поговорим о воплощении архитектурных, художественных и инженерных идей в современном метро. Станция Кропуткинская, например, она была вся в асфальте. Стенки были плиточные, капители вот знаменитые, мраморные, они были штукатурные. То есть все было иначе, все было по-другому. С главным архитектором страны мы встретились на платформе новой станции большой кольцевой линии метро «Сокольники» за несколько недель до ее открытия. Теперь, переходя с самой первой построенной в Москве станции метро на новую, мы движемся сквозь пространство и время от технологий прошлого века к передовым решениям в строительстве, архитектуре и дизайне. И сейчас самое ходовое, вот на настоящий момент, это алюминий. Вот здесь на стенах и на потолке представлен в основном алюминий с сотовым заполнением. То есть два листа алюминиевых снизу, сверху, а между ними сотовое заполнение тоже из алюминия, ну как в улье, соты. И это сотовое заполнение дает возможность сделать абсолютно идеальную поверхность в любой ситуации. Причем при монтаже, при эксплуатации он ведет себя блестяще. Геометрия не нарушается никогда. Глядя на стену, вы и не догадаетесь о том, что это алюминиевая панель. Внешним слоем может быть камень, стекло, рисунок или пленка под дерево, перфорация или барельеф, а за ним прочная алюминиевая основа и система креплений. Как правило, все это оригинальные российские разработки, большая часть которых создана инженерами компаний из подмосковного Видного. Как раз туда мы и отправляемся. Сколько всего видов продукции вы производите? Более 100 видов. Это и системы для облицовки подвесных потолков, системы для облицовки навесных фасадов, любой декоративный архитектурный металл. Сколько проектов в метро у вас? На сегодняшний момент около 45. Мы уже около 7-8 лет активно участвуем в строительстве метро в Москве. В день нашего приезда завод завершал выпуск партии облицовочных систем для станции «Стромынка». Здесь хранится и перерабатывается сырье для последующего технологического применения. Это алюминий. Сейчас на линии продольной резки стандартный рулон разрезается. Затем поступает в соседний цех на обрабатывающие центры. В нашем случае лента идет на перфорацию и гибку. Там идет крупная перфорация, а есть еще художественная перфорация. Художественная перфорация делается на том же координатно-пробивном станке. К каждому отверстию соответствует некий программный алгоритм. Разный инструмент. Любой рисунок может быть выполнен не только краской, но и путем пробивки отверстий разного диаметра. Ну и создается оптический эффект какого-то изображения. Производство мелкосерийное оборудование закупалось с прицелом на быструю перенастройку под реализацию сложных авторских проектов. Если партии панели необходимо придать цвет, ее направляют в цех покраски. Линия включает в себя весь технологический цикл, начиная от ким-водоподготовки, дальше идет сушка. Здесь мы видим, как панели поступают уже непосредственно в покрасочную камеру. После нее идет печь полимеризации. И дальше по вот этому лабиринту, который здесь 240 метров, мы снимаем готовую продукцию. И пока идет покраска, предлагаю отправиться в Мытищино, главный в стране завод по производству поездов для метро. Метровагон МАШ. Беседуем с представителем одного из основных поставщиков алюминиевых элементов конструкции современных вагонов метро. В современном вагоностроении большое количество элементов используется из алюминиевых сплавов. Если говорить о тележках, это кондуиты, трубы и пороги на вагонах. А ваши элементы где можно увидеть то, что вы производите? Наши предприятия производят как компоненты внутренней отделки, так и компоненты экстерья. То есть это легче увидеть, зайдя в вагон? Совершенно верно. Алюминиевые элементы значительно облегчили конструкцию метровагонов, повысили их грузоподъемность, говорит Константин. Интерьер у нас состоит из потолочной части, деталей, мониторов. Также есть компенсирующие листы и вентрешетки. В экстерьерной части это у нас кожуха наружная, которая закрывает крышевое оборудование и выполняет функцию как капельников. Соответственно, осадки не попадают на выходящих-входящих пассажиров. В Японии и Китае высокоскоростные поезда практически полностью состоят из алюминия. Россия, в свою очередь, предлагает рынку энергосберегающие инфраструктурные решения. Одно из основных направлений, которым мы сейчас занимаемся, это так называемая технология биметаллического контактного рельса. Здесь используется алюминий, это позволяет существенно снизить нагрузку на сеть. В среднем на участке протяженностью 10 километров мы можем сэкономить до 10 тысяч мегаватт-часов ежегодно. Мы же возвращаемся на производство сотовых панелей для метро. Здесь приступили к нанесению на стеновую панель авторского рисунка. На этом принтере создавались художественные панели для нескольких десятков новых станций метро. Вот этот участок мы специально его делали под панели станции ЦСКА и Шелепиха, там, где панели были размером 8 метров. ЦСКА в этом плане очень показательный. Но авторские полотна в метро могут превышать в длину сотню метров. Реализовать такие проекты невозможно без креативной команды проектировщиков и конструкторов. Здесь сидят инженеры-проектировщики. Они занимаются разработкой конструктивных решений по устройству вот этих декоративных облицовок экстерьеров станций. Вот это одна из сложнейших и таких масштабных работ. Это рукавишниковая, да? Это путевая стена. Она делана сотовыми панелями с наружным слоем из стекла. Под стеклом есть вот такая вот уникальная печать. Ну, вот сложный проект, да, для нас был. 160 метров длина путевой стены. Панели на электрозаводской собирали на путевой стене как пазл. Шедевр художника и инженеров. Албес превратил станцию в концептуальный арт-объект. Печать передала каждый мазок кисти метро, каждый оттенок цвета и тени. Это самая большая работа на путевой стене. Вообще в мире я ничего похожего, аналогичного не нашел по масштабу. Ну, это вам видней. Такой голод. Я надеялся, что вы скажете, это самая красивая работа. Самая красивая. А не самая большая, потому что у нас любят большие вещи. Качество у них не всегда хорошее. Александр Рукавишников – первый российский художник, открывший алюминий как материал для создания скульптуры. А вот опыт переноса живописных работ на алюминий в метро стал для него экспериментом. Они очень точно скрупулезны, как мы относились. Несколько раз они меня вызывали. Нравится, не нравится. Бледно или наоборот перенасыщенно, что тоже плохо. Очень меня устраивает. Получается похоже. И новый ли алюминий для вас материал? Нет, он для меня совсем не новый. Я думаю, что первую вещь я сделал в году в 76-м. Что это за работа была? Это был такой монтажный строитель, с торсом античным. Мне так понравилось, как он полировку воспринимает, алюминий хернится. То есть прямо серебро. Если отбор, я думаю, что процентов 20. Я вещей в алюминии, я думаю, есть. Алюминиевые рельефы художника украсят станцию авиамоторная. А коллажи его картин в сочетании с архивными фото столичного метростроя уже воплощены в оформлении путевых стен новой станции метро Сокольники. И это еще не все. Появится памятник первого метростроя. Он готов. Моделька такая сделана. Потрясающий памятник. И отлик, конечно, в алюминии. Как иначе.